увеличивается увеличивается и у него сейчас уже поднялась ну просто ваш айтишник он всю жизнь работал здесь родился в америке всю жизнь поработал а этот 30 лет только 30 лет у него сколько миша сказал у него 2 200 а другой товарищ у меня есть приехал еще союза в 76 году вот у него максимальная три с половиной 3 до 3 с половиной то есть я как бы я не знаю насколько комфортабельно прожить на 3 тысячи долларов сейчас сша у меня где вот так вот здесь я живу стать его недалеко клерман каунте недалеко вот так прекрасно выплачено у вас жилье выплачено у меня здесь жилье вот вот у меня у меня там хаус да это я бейсминте с вами разговариваю то есть считать три этажа 150 тысяч что это совсем ничего практически по американским стандартам самой пенсии хватает уже как бы практически притык когда у меня полторы тысячи понимаете три тысячи это мало а три тысячи получше то все таки мало да 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 мало того вы когда в 65 лет начинаете получать медикер не страховку с работы вы сейчас медицинскую страховку с работы платишь за нее каждые две недели по 200 долларов вот а когда ты выходишь значит сошел секьюрти 65 лет ты начинаешь получать медикер так все равно ты должен платить 174 доллара 174 доллара сейчас но этот медикер не покрывает он не покрывает все он только покрывает а и б там эти как называются секции вот сижу покрывал надо покупать дополнительную страховку уже мне товарищ операции всякие операции или что это уже медикер не оплачивает это надо отдельно покупать они только покрывают как же называется секция секция ой ну надо идти брать когда вам придет время вам когда придет время во первых вам придет будет приходить каждый день огромное количество писем от лояров которые вам бесплатно захотят вам объяснить и помочь каждый день будете по два-три письма получать можете мне поверить я знаю все так мало того вы когда пойдете вы когда перед этим оформлением там за пару месяцев пойдете в социал секьюрити там вам тоже самое и лекции прочитает и все объяснят то есть как же назвать вот у меня голова у меня это не касается поэтому я не помню а парт 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 и парт б парт си надо покупать отдельно 80 80 процентов посещение праймарий доктора врача и 80 процентов покрывает будет госпитализация вот и мерзжи серум тоже 80 процентов по моему покрывает покрытие есть но поэтому покупается дополнительная медицинская страховка а так как у меня я лоу-инкам вот у меня маленькая это я лоу-инкам вот чуть-чуть чуть 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 было больше то я уже перепрыгнул то мне пришлось бы платить эти сто семь во первых сто семьдесят четыре доллара вот медикер и плюс надо было покупать дополнительную сроковку медицинскую а так как я лоу-инкам считаю или вы работаете еще или ну я не работаю я давно уже 10 лет уже не работаю или они пенсию саму считают это инком да 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 вот это вот это social security пенсия как мы русскоязычные пенсии американцы не говорят пенсия говорят social security вот да вот и я так как у меня ну там доход я не помню а если 24 тысячи я не зарабатываю а меньше у меня на счету нас значит на счету тоже денег не так много а как же обязательно декларации да они смотрят сколько у нас еще там сейвинга отрать всяких ну да это так все указывают даже а начальника вот сша приехали с какой страны с кишинёва сейчас вы не понимаете что это американские деньги сейчас наверное бывших советском союза не естеrift не в коем случае. Дело в том, что там в Кишиневе вообще уже при Союзе там жил 4,5 миллиона, а сейчас даже 2,5 миллиона нету. Все уехали, все. У меня все родственники, все друзья, знакомые, все, кто мог, все оттуда убежали. Все. А куда они? В Европу работают, наверное, да? Кто куда? Что значит работать? Жить? Ну, жить, жить, ну, понятно, что. То в Германию, кто куда смог, туда и убежал. То в Америку, то в Израиле, то в Фриландию, везде, везде. То есть там печально сейчас там, да? Везде. О, да, там абсолютно. Ну, ни один завод не работает вообще. Вам, конечно, смысла туда нету, если там никакой семьи не осталось. А тут у вас все-таки дети в США. Да, да. Если бы не мои мальчишки, я, может быть, с вами бы не разговаривал. Во-первых, мне мой сын младший нашел. Вот они мне каждые. Вот сегодня они ушли, они уже в 12-30, в воскресенье, они оба железно здесь у меня. У меня навещать своего папу. Вот. И вот он пришел тогда, 10 лет назад, как он мне рассказывал. Говорит, я сидел в своем кресле, коленки у меня, но это было 19 июля, поэтому в шортах был. Коленки были разбиты в кровь. И он мне стал задавать вопросы. Говорит. И я ему отвечал, но было, no make any sense, вот это, то, что я ему отвечал. И он понял, что что-то не то, и вызвал 911, позвонил, скорую вызвал, и дальше все, понеслось. И врач, в принципе, если бы еще несколько часов, все. То есть дети поняли, что нужно за вами следить и навещать вас нужно? Ну, он взрослый парень, ему сейчас, да, ему тогда было, так, сейчас ему 36, значит, 10 лет назад ему было 26, он взрослый парень. Они у вас уже женились? У меня муж. И один, и второй не женаты? Женщины есть, да, один, и второй. А этому вообще 40. Будет в марте сейчас 40. Ну, и не женаты. Ну, он, правда, у него есть один шок, он 12 лет в армии прослужил. А, понятно. Старший. Да. А младший живет с женщинами, несколько месяцев прожил и расстаются. Я говорю, why? She was so good, so nice girl, why? Mike, why? It became boring. Борь, да. А женщины с американками, они с американками или с русскоязычными общаются? Да, американцы, да, да, да. Они уже по-русски не говорят вообще. Ну, вы знаете, проблемы, проблемы, на самом деле, проблемы сейчас у парней найти хорошую женщину в Америке. Я вот хочу своего сына привезти, чтобы он в России нашел невесту себе. Знаете, дело в кушах. Что я могу сказать? Потому что, вы знаете, что-то с ними не то сейчас в Америке. Такое впечатление, что этим молодым женщинам то ли мозги промыли, то ли, я не знаю, что. Но у меня сын и его друзья, они в колледже учатся. Как раз, вот помните, когда мы в молодые годы в Советском Союзе, в колледже самая была малина. Все встречались. Жизнь была. Да, на танцы ходили, встречались, свидания. А у них этого нет. Я говорю, что за проблема? Он говорит, девочки настолько промытыми мозгами, с вот этой феминистской вот этой вот отравой, что ребята, они не могут найти себе достойную девочку. Ну вот я вам сказал, сколько у меня лет старшему и младшему. И с женой мы прожили 27 лет. И вот как раз перед тем, как у меня был инсульт, она говорит, давай разведемся. Я говорю, почему? Что такое? 27 лет прожили. Пережили гражданскую войну в Молдаве. Пережили переезд, эмиграция. Вы знаете, что это нелегко. Конечно. Дети. Тем более, мы когда уезжали, в Кишинево еще нельзя было приватизировать квартиры. То есть, вот двое детей, жена и 200 долларов в кармане. Все. Как мы приехали. И все начинали с поля. И вот она говорит, давай разведемся. Почему? Говорит, я хочу жить сама. Да, и мы развелись. И вот она уже 10 лет, и она у нее дома. Она живет там сама. Ну, старший сын с ней живет. У них какого-то другого мужчины нет, ничего нет. Ну, вот. Ну, и я живу здесь. Может, у меня инсульт был тоже из-за этого, потому что перетягивал я очень сильно. Ну, какая инсульта, я думаю, что-то добавилось. Все-таки это большой стресс, когда столько лет прожил с человеком. Очень. Потом вот такое. Очень было. 27 лет. И пережили такое, что мама моя родная. И войну пережили, и переезд, и все. И на пенсии. Кто вас поймет женщин? Вам бы было, наверное, легче жить и на пенсии вместе, потому что два social security вместе с женщиной, это все-таки вообще, как бы, ну, очень удобно было бы. Ну, она работает, она еще работает. Она еще работает. Притом, она программист, получает очень солидные деньги. Ну, понятно. То есть она решила, что ей со мной это выглядит. Ну, не знаю, что она решила. Это очень странный вопрос. Я тоже инженером работал. Я же говорю, если бы со мной это не случилось, то у меня бы сейчас была бы, пенсия была бы тоже очень солидная. Ну, да. Вроде как и не ваша вина, что вы не дотянули. Потому что оно по здоровью пришлось раньше выйти. Я говорю, у меня была комиссия, там три врача допрашивали хуже, чем гестапо. Я через полчаса, я взмолился, говорю, stop, let's go do break, I'm tired. О, я, 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 я. То есть, что угодно сделать, лишь бы не выплачивать, да, компенсацию какую-нибудь. То есть давайте мы на ваше свалим, что это вы сами там что-то закрывали. Знаете, такая специальная книга медицинская, там эти рисунки разные, там сколько, я не помню, я не помню, минуту давали, посмотри на эту страницу, в том раз закрывает, расскажи, что было на этой странице. Нормальный человек не запомнит. Конечно, не запомнит. Вот потом давали другой там, что-то книга, там текст. Прочитая текст, страницу, прочитал, прочитал, закрыли, а теперь расскажи, что ты, что ты прочитал. Ну, такого типа, вот вопросики были. Ну, это издевательство. А скажите, пожалуйста, вот, ну, немножко текст. Ну, вот, а потом, а потом, а потом, да, а потом этот сказал, что, говорит, это... Ну, говорит, you can't work anymore. Ну, потому что у меня работа связана с лиабилити, ну, с жизнью людей. Ну, понятно. Все. Все, говорит, ты не отработал. Ты уже, ты свой отработал с единой инвалидностью. Ну, так, а потом, и пенсию, и social security меньше дали, потому что вы не дотянули до 65 или 70. Да не то, что не дни, не, не потому, что не дотянул. Потому что сумма выплаченного, мы с social security, она, получается, маленькая. Ну, вы же с чековы считываете, с social security. Ну, да. Сколько там, раз каждые две недели, да, с чековы считывают. Каждые две недели, да, с пей-чеха. С пей-чеха налог же высчитывают, с social security. Вот об этом я и говорю. Вот и все. Понятно. Все очень просто. В Америке все очень просто. А что вы сейчас... Чтобы отобрать деньги и талифору. Что вы сейчас думаете, вот, ну, вообще, как бы, вот, о ситуации в стране, да? Что вы, вот вы на это смотрите? А что там думаете? Там дети думаете? У вас все написано на шапочке. Все написано, что там думаете? Ну, вы думаете, Трампу, понимаете, дадут прийти к выборам? Ну, значит, дадут. Конечно, дадут. Я боюсь, что вплоть до очень больших неприятностей может быть. А вы не думаете, что уже поздно? Уже ж либералы столько развалили всего за это время пока. Не-не-не, ничего. Он мужик умный, он бизнесмен. Он сумеет восстановить. А вот смотрите, помните же, да, что в 20-м году ему не дали выбраться. Хотя реально, на самом деле, мы-то понимаем, что большинство за него проголосовало. Очень сложный вопрос, потому что суды были, и ни один суд не признал, что... А так они не приняли документы. Они же признали, что все нормально. Они же не рассматривали. Признали, что все нормально. Они просто его не приняли к рассмотрению. Не-е-е-ет, очень много. Один у нее, судов. Было, было, было очень много судов. И все это рассматривалось, все нормально. Вам нужно побольше про это прочитать. Я за этим очень сильно следила. Вот. И сейчас, кстати, Джулиани только что осудили за то, что он посмел подать в суд на то, чтобы сказать, что выборы были, ну, сфабрикованы. Или там, ну, не... Джулиани виделось в одном месте. Джулиани виделось в одном месте. Он умнейший адвокат, умнейший. И законы все... Ему присудили 145 миллионов долларов выплатить за то, что он посмел... Не-е-е. Вы новости почитайте. Вы удивитесь. Да я знаю. Я не об этом говорю. Это... Они мало ли кто что присудил. Они могут что угодно присуждать. Это... Вы знаете, вот уже в Нью-Йорке судят Трампа. Значит, я по Факснюсу смотрел. Там профессор, он говорит, вообще, говорит, это творится такое безобразие, говорит. Так я об этом же говорю вам, да. Там же нет... Там же нет ИСА. Для того, чтобы судить этот Севилсуд, Корт, который сейчас происходит, должен быть ИСС. То есть должен быть кто-то, кто потерял за него деньги. Нету. Ни один банк не выступает ИССом. Нету. Это просто вообще... Такое полнейшее нарушение любого законодательства. Любого... Это вообще ему не постили. Ну, а как вот они его взяли с Беллаута, выбросили с Колорадо и со штата Мэйн? Просто вот так... А мы его уберем с Беллаута. Как это вообще? Это насколько это вообще? Не, Мэйн его не выбросил. Там эта дура секретарь Апстейт написала. Но она вообще идиотка. Она не имеет права это делать. Конечно. А Колорадо, да, из права мэрии выкинули. Так Суприм Корт, я не знаю, он уже вынес решение или нет? По-моему, вынесли. Вынес решение. Все, его уже назад восстановили. Ну, это же вообще... Ну, вообще... Да, да. Ну, это нарушение конституции полное, полное, да. Понятно. В общем, у вас позитивная надежда. Так вы прочитайте про этот Корт, который Сивил Корт. Сивил, это не уголовный суд, да? Да, да, это Сивил гражданский суд. Прокурор Нью-Йорка, а она... Да, это гражданский суд. Это прокурор, это вот его обвинила, там они его судят. А гражданский суд, Сивил суд, не может быть без лица. Они могут присудить, чтобы он вернул деньги, из суда, которому он нанес урон, да? А там нету. Нету. Ни один банк, никто... Нету. Даже если присудят, чтобы вернуть деньги, вот эти вот... Сколько там? 145 миллионов. Кому? Ну, там, конечно, фельдинограмма-то получается. Там вот эти все суды, которые они там... Да, абсолютно. Абсолютно. Вот этот профессор сказал... Понимаете, это то же самое, как сейчас я вам расскажу, такую шутка была в Союзе. Ну, как это? Загадка. Шутка-загадка. Это, говорит, там одна замуж выходила и, знаете, платье готовило свое подневечное. И подружка, значит, ей помогала, значит, и подружка гладила этот... И платье подневечное и прожгла дырку. Вот. Ну вот. А та схватила, значит, схватила лутюк, и дала ей по голове и убила. Вот. А потом увидела, что подружку убила и сама свою жизнь покончилась. И был суд. И дали 10 лет. Кому? Вот. Утюгу. Ну, это Мэкс Тотал Сэнс. Ну, это то же самое. Американский суд. Мэкс Тотал Сэнс. Ну, вот я... Это тоже самое. Вот я об этом и говорю. Я же вам сказал, что-то загадка, шутка старая Советского Союза. Ну, вы прямо знаете, этот анекдот отрывает всю систему, судебную систему. Да, да. Вы слышали меня. Ну, понятно. Ну, то есть у вас надежда... Ну, запомните, будьте своим друзьям это самое. Запомни, обязательно. Это очень интересный анекдот. Ну, у вас, короче, позитивная, да, А еще, если вы хотите, ну, что-то еще я хочу вам такую вещь посоветовать, если вам интересно. Получите удовольствие его речи обалденные. Был такой адвокат в царское время еще. Плевако. Не слышали? Да, слышала, конечно, да. Да, известный был. Вот так найдите, почитайте. О, какие у него речи, какие вещи он защищал. Значит, ну, это легенда-быль. Значит, легенда-быль. Про то, как говорят, что адвокаты типа собрались, я тут читал книжку про него, значит, они собрались, ну, в трактире сидели, там, отдыхали. Вот. И один, говорит, молодой, говорит, адвокат, говорит, а правда, что вы можете любое дело защитить в Левако? Он говорит, да. Ну, говорит, ну, давайте спорим на ящик шампанского, найдем дело, что вы не сможете защитить. Хорошо. Ну, они искали-искали и подсунули ему дело. Цыган украл лошадь. Ну, как тут защитить цыгана-то? Ну, этот на суде встает, этот плевак, и говорит, я повторяю, это легенда-быль, то есть, было это или не было, кто его знает. и говорит, вот, судья, мы все знаем, что цыгане любят лошадей. А, говорит, он не обвиняемый, он потерпевший. Судья, знаете, глаза встал. Как? Вот, смотрите, шел цыган, видит, лежит лошадь. Знаете, мы знаем, что цыгане любят лошадей. Он посмотрел на нее, хорошая, красивая лошадь, заглянул ей в один глаз, чистый глаз, нормальный, решил посмотреть на другой глаз, есть ли бельмона, но это считается плохая лошадь. Переступил через эту лошадь, она вскочила и понесла его. И несла его 18 верст, пока вы его не остановили. Так он какой же обвиняемый, он потерпевший. Ну, уже, короче, дальше. Ну, защитил, судья его, отпустил цыгана, а потом, значит, он выиграл свой этот ящик шампанского, выходит с характера, встречает этого цыгана. плевакая, говорит, ну как, ну, теперь ты мне скажи, не для суда, ты украл лошадь или нет? Вы знаете, господин адвокат, до суда, я не сомневался, что я ее украл, а теперь я сомневаюсь. ну, классная история вообще. Ну, вы найдете много проблем, поэтому, я говорю, вот, вы найдете, если почитать, у него речи, такие речи, умнейший был, ну, это, ну, если есть время, если есть желание, кому интересно. Я про него слышала, ну, давно, как там, попадалось про него, постоянно, какие-то там, что он был известен. Уникальный был, Ну, я люблю, у меня времени много, я сейчас читаю достаточно много. Понятно, ну, я запишу, надо будет почитать побольше про его судебную вот эту практику, как там. Ой, ну, ладно. Да, вы найдете на интернете очень много. Да, я побежала. Кстати, знаете, вот, сейчас, секунду, я последний раз скажу. Вот у вас написано про Трампа, найдите фильм, по-моему, 96-го или 97-го года. Вак Зе Док. А, да, хвостом виляет, да, там они показывают, что это событие. Виляние с собакой. Там же с этим, Строботом Венира. Это не Виляние, это что? Да, Строботом Венира, по-моему, фильм, да? О, там их много, там все. Там все звезды. Посмотрите этот фильм. И вы тогда поймете, как делается. Ну, оно ничего не поменялось, и вы просто поймете, как, ну, во-первых, не то, что не поменялось, вообще, как политика делается. Понятно, понятно. Как политика делается. Вот посмотрите, не пожалей. Я вам гарантирую, что не пожалей. Ну, мы еще стоят, потому что мы увидимся, если в рулетке. Как вас зовут? Я тогда еще, ну, увидимся в другой раз. Ефим, 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 да? меня я даже... Как американцы говорят, Ефим, американцы почему-то проговорить не могут. Говорят, Ефим, Ефим. Ну, Ефим меня зовут, да. Ну, очень приятно. Ну, как они говорят. Я уже, я уже им говорю, four letters, what is so hard. И еще, ко всему прочему, еще, еще впереди, вот у меня буква Y, Y, E, F, M. Почему? Потому что, если Y не поставить, тогда они будут, они так и говорят, Ифим, Ифим. Потому что Е, это И. А вы заметили, смотри, вот Y, вот это Ефим. Вы заметили, что они Путина называют Путин? Путин? Никогда не признают. Да, я прямо в шоке, потому что оно некрасиво, как-то для нас звучит Путин. Они не говорят Путин. Все же называют Путин. Я еще скажу, что у вас в Тексисе наверняка есть такое, что в моем, кстати, Гая не поймут, у вас какие-то есть такие. Вот хорошо, вот и думаем, Бог. Вот что я сейчас сказал? Я, честно говоря, заморозилась немножко. А вот так, а вот так говорят в Кентаках. В Кентаках, да? А вы знаете, еще в Оклахоме, я думала уже у Техаса, такой вот акцент, что дальше некуда. Но если ты попадаешь в Оклахому, я вообще ничего не понимаю, что они там говорят. А если вы попадете в Луизиану, на юге Луизианы, там вообще ничего не поймете? Вообще непонятно. Как начну говорить, это просто какое-то, ну, наваждение. Все слова глотаются, все это переглатывается как-то. Я говорю, я думала-то я после Техаса уже любой акцент пойму, но Оклахома меня убила, конечно, у меня там... Не-не-не. В Луизиане вы не поймете, потому что там французские территории есть, там есть до сих пор целые огромные села, где говорят по-французски. И вот эта смесь французско-английского... Ну, no way. Это такая комбинация, да? Ну, понятно. Кстати, я понял, что вам надо идти, но я быстро еще скажу. Я читал статью, вот в Англии не понимают, почему в Америке на Драйвей стоят а на Парквей ездят. А, да, Парквей ездят. Да. Ну, у вас же наверняка есть такое. Парквей ездит, а на Драйвей стоят. Ну, в Англии этого не понимают. Ну, и правильно, вы же сами понимаете, что это... Ну, да, а у нас там парковывают все на Драйвей. Это Драйвей. Драйв это ездить, а у нас стоят, а на Парквей парк стоят, у нас ездят, наоборот. В Америке так. Американский английский. Ну, у вас тоже наверняка есть. Да. У вас наверняка есть парквей только. Ну, есть парквей. Ну, ладно. парквей, парквей, У нас есть Даллас парквей, у нас Джордж Буш парквей. Ну, бывают хайвей, а есть именно парквей. Он так и пишется через это, W, K, это в городе. Да. Парквей обычно в городе. Да, а хайвей... По-русски это, наверное, типа аллея, аллея. Аллея. Ну, да. Знаете, у нас была улица, проспект, аллея, да-да-да-да-да. Скорее всего. Русским не понять. Вы знаете, Ефим, спасибо большое. Было очень интересно. Англичанам, англичанам, англичанам тоже. Да, было очень интересно поговорить, потому что про вот это вот пенсионное я начала задумываться, куда-то же эти деньги мы как бы складываем, да, ну, на форманке. А потом уже разговор... Я, я извиняюсь, я извиняюсь, но я вам подскажу. Google помощь. Да, но знаете, все равно как-то хотелось бы вот с человеком, который сталкивался с этим и может, ну, так, со своим успехом рассказать. Но это уже... Не, я просто рекомендую всем сначала Google помощь, попробуйте все почитать сами, а когда возникнут вопросы... Ну, я как инженер. Вот про анюити я даже не знала, что можно в анюити переложить. Надо о кем заняться, обдумать этот момент. Часть. Не в коем случае не всю, а часть денег. Часть, часть. Во-первых, прочитайте, анюити тоже разные бывают. Но это, хорошая вещь, если вы правильное анюити найдете. Мало того, эти анюити, вот у меня, вот эта часть, она life insurance и анюити, например. я не знаю, что это предлагают. Надо платить. это life insurance. Не, я не, вот один раз часть свою перевел из 401 туда и все. И все, да, не платили вы вот этот ежемесяц. Потому что я знаю, что у меня агентства, которые занимаются life insurance, они предлагали, берите у нас анюити, но вы должны платить каждый месяц столько-то там денег. Я как-то пересчитывала, мне получалось... Ну, правильно. Да, мне получалось выгоднее просто в банках. Не выгодно. Не выгодно было, да. но в Пурманке я не знала про это. Ну, поэтому, поэтому это Америка. Надо искать. Надо искать. Надо искать. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья. Увидимся еще. Ну, давайте. Увидимся. Я вам много наговорил, есть о чем задуматься. Хорошо. Спасибо большое. До свидания. Побежала. Ребята, ну, классный, какой попался нам собеседник, да, вот Ефим, потому что много моментов для тех девочек, которые готовятся уже к пенсии, да, либо вот об этом задумываются, то просмотрите обязательно это видео. Я думаю, какие-то интересные моменты он нам рассказал в плане пенсионного. Это то, что сейчас многих волнует, да, девчонок, особенно, которые 50 с плюсом. Вот, классный, классный человек попался, интересные как бы варианты, еще и республиканец к тому же. Ну, короче, наш человек. Вот, если какие-то вопросы будут по этому вот разговору, вы пишите мне в комментариях, я с ним, если еще увижусь, я как бы спрошу. Все, что у меня в голову приходилось по теме, ну, спрашивать, я спросила, ну, может быть, я что-то упустила. Поэтому, напишите в комментариях, что вы думаете, какие-то, если еще вопросы, если я с ним, ну, еще раз цичусь в рулетке, я у него уточню. Все, вас всех люблю, до встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok